Так, слушаю вас. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Вот уж не ожидал увидеть вас во очи. Много смотрел ваших роликов в интернете, канал «Во свете Библии». Очень нравится, постоянно их смотрю. Ну, честно говоря, слава Богу, не ожидал я вас во очи увидеть. Дай Бог вам здоровья, мира, благополучия. Вот. Я и сам из Донецка, это ДНР. Хотя сейчас идут боевые действия, как война идет. Вот так. Так, и что вы хотели от меня? Я не знаю, Игнатий Тихонович. Я человек верующий вообще. Верю в Господа Бога нашего Иисуса Христа. У меня болит нога. Вот. Обращался к врачам неоднократно. Ну, у нас врачи такие. Они, одни говорят, растяжение связок, другие говорят, порыв связок. На рентгенах они ничего не видят. Пожалуйста, если не сложно вам, помолитесь, чтобы Господь исцелил мою ногу. Я хочу на работу. Я хочу работать. Я не могу сидеть дома. Я сам молюсь Богу. Я мазал святой водой ногу. Хорошо. У нас правило такое, что все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ради Бога, пожалуйста. Скажите, не против? Не против. Значит, это от чего у вас нога заболела? Ну, на работе спотыкнулся, что-то захрустело в ноге. Обратился в трампунт. Они так, ну, у тебя, говорит, растяжение. Иди. Потом нога болит, болит. Я обратился, говорю, давайте сделаем повторный снимок. Он, я, говорит, ничего не вижу. У тебя кости целые. Иди. Говорю, ну, я через день, отсел и через два дня приду к вам обратно. Через день я на работе полсмены отработал. Вот. Прихожу к нему на следующий день. А, поехал вечером в трампунт. Они, говорит, ну, наверное, ты связки порвал. Загипсовали мне ногу. Иди, говорит, к своему врачу обратно. Я к нему пришел, говорю, ну, вот видишь, я, говорю, через день уже к тебе пришел. Ну, нет, того, получается, и четыре недели на больничном. Облегчения никакого. Я уже, я просто не знаю, что делать. А как вы наступаете на ногу-то? Боком. А где она болит? Ниже колена? Ступня. Понятно. Помолиться, конечно, можно. А вы у нас уже давно здесь или не были на наших ресурсах? Нет, я не был. Я просто смотрел видео, вот эти каналы во свете Библии. Там вы завтраки показываете на природе. Вот эти рыжковские пруды. Потом, где вы рыбу рыбачите вот этим. Ну, у нас это... Так, я вам скину, пока вы свободны, почитайте. Большие материалы у меня. А когда вы посмотрите, там, почитаете, там много роликов, все это увидите. За это время, может, у вас будет лучше. Так, вам сколько лет? Вам сколько лет-то? Сосемь. Лет сколько? Сорок семь. Сорок семь? Да. А у вас семья есть или как? Вы один? Конечно, конечно, семья есть. Но они вам как-то помогают? Ну, да. Вы с костылем ходите? Да. Примеры хотя бы приблизительно понимать. У меня у самого два колена. Я каждый день делаю гимнастику. Святой водой промываю. Я хожу, даже не заметят. Но каждый день я должен выхаживать много. Минимум три километра. Но я сейчас не могу. Ну, вам не надо, смотрите. Не надо никак. Я говорю про себя. Я не считаю, что я болен. Потому что мне 84 года. Я уже истерся. Там не хватает смазки в коленах. А вы верующий в Бога-то? Да. А если уже не секрет, исповедание вас какое? Я христианин. Христианин? Это таких названий, христианин, больше 22 тысяч названий. Баптисты, адвентисты, сорокаусты. Там кого-то ика нет. Православная. Нет, нет. Православная обычная церковь. Мы православные. Я не баптист. Да. Так. Ну, я тоже хотел бы спросить вас, а почему вы бреетесь? Ну, у нас в городе так принято, чтобы все были побретены. Город ни при чем. Бог сотворил меня. Город в ад идет. Люди матерятся, пьют, развратничают, аборты. Нам это не... Бог будет судить по Евангелию. Евангелие Теана 12, 48. А раз он будет судить, перед ним отвечают. А это глаза закрыть, даже не видеть. Вот у нас какие бывают болячки, через это Господь стучится в наше сердце. Пока небольшой стук. А когда мы не понимаем, не отвечаем, он выламывает дверь. Инфаркт, миокард, человек помер. Образно так сказать. Поэтому, мой совет, бриту выбросить надо. Образ у вас не божий. Потому что бреются только две категории. Гомосексуалисты и подкаблучники. А другие у них учатся. Это женщины подобно, говорит, безбородные. Я вам скину материалы. Вы тогда почитайте. Там будет обрадобритие. Ну и там другие материалы. Будете считать? Да, интересно. Тем более время есть сейчас. Давайте встанем вместе. Я буду молиться. А вы, если согласны с моей молитвой, скажите аминь. Договорились? Хорошо. Три поклона. Боже, будь милостив ко мне грешному. Аминь. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Аминь. Так. Вас Егор звать? Да. Господи, приди на помощь, Егор. Дай ему истинную веру Твою. Если возможно, пошли ему исцеление ноги. Чтобы он был годен для труда, дабы мог прокормить себя и семью. В Твоей власти все, Господи. Твоя рука, Твой ангел-хранитель. Он защищает человека. Приди к нему на помощь. И сделай, чтобы наша встреча не была последней. Уповаем на милость Твою, Господи. Ты воскрешал им мертвых. Яви ему милость Твою, Господи, дабы вера его умилищилась. Тебе, Боже, слава, хвала, счастье, поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, садитесь. А вы в церковь-то ходите? Церковь хожу раз в год на Пасху. Вот это да. А обедали когда в последний раз? Кушал, в смысле? Вот так. До тела, смотрите вас какой. Вы не истощали. А до души один раз в год. Какая вера? Вы себя верующим даже не считаете. Библию не считаете. Сообщения нету. Молитвы утренние, вечерние нету. А вот я вам скину данные, где наша интернетная группа молится через два часа. По десять минут. У нас люди очень хорошие. Вот мы строим деревню православную. Сейчас готовятся люди к окрещению. Все бесплатно делается. И вы это увидите. Ну что, Егор, я буду наутро молиться. Если Бог даст памяти, я вспомню о вас. Вы тоже помните, что я вам сказал. Больше вопросов нет? Нет. Далеко не отходите. Я сейчас скину вам материалы. Пока сидите, посмотрите, послушайте. На мои стихи у меня в этом году вышло 4 тома стихов. Каждый том 880 страниц. Примеры 80 стихотворений поются в интернете. Я вам скину сейчас данные. Все, пока на этом отхожу. Не отходите далеко. Спасибо. Давай. Давай.